Как собрать команду для стартапа? Всем привет! Мне часто задают подобные вопросы, поэтому я решил для вас специально сделать отдельный выпуск. Где же найти ту самую Dream Team? Где искать партнеров? Как найти инвестора? Есть множество мест, где можно найти людей к себе в команду. Я попробую расставить их по приоритетам. На первое место я бы поставил бизнес-клубы, бизнес-форумы, конференции и профильные мероприятия, которые собирают очень интересных людей. Поэтому отследите в интернете, какие проходят сейчас мероприятия и ходите на них, знакомьтесь там с людьми. Следующее – это интернет. Интернет поможет вам воспользоваться профильными соцсетями, такими как LinkedIn, где вы сможете найти специалистов по вашему стеку либо людей, которые интересуются данной технологией или данной индустрией. Находите узкопрофильные ресурсы, которые публикуют информацию из статьи по вашей тематике. Ищите людей, которые написали эти статьи. Находите их в Facebook, в LinkedIn, добавляйтесь и презентуйте им свою идею. И, возможно, они помогут вам советом, а может, даже станут частью вашей команды. Следующее место – это коворкинги и креативные спейсы. Там вы сможете найти людей из креативных индустрий, а также разработчиков IT-решений. Если ваш стартап связан с IT или чем-то подобным, отличное место для того, чтобы искать там себе подрядчиков, партнеров, инвесторов, а также членов твоей команды. Итак, кто же вам понадобится в команде? В команде вам понадобится продажник, исполнитель или технический директор, или завпроизводство, стратег, инвестор, а также маркетолог. Это очень важный порядок, так как начинать нужно с продажи. В вашем случае – с продажи идеи. После продажи определенной идеи вы будете, должны произвести ее на свет. Поэтому вам нужно производство, то есть человек, который исполнит вашу идею, притворит ее в жизнь. Следующее – вам понадобится наладить канал постоянного привлечения клиентов. Поэтому тут у нас очень важен маркетолог. И при масштабировании вашей бизнес-модели вам обязательно понадобится инвестиция или инвестор. То есть человек, который внесет определенную сумму на реализацию вашего проекта, вашей идеи. И следующее место – это, конечно же, стратег, который будет обладать определенной визией и видением того, куда движется ваша бизнес-модель и как ее можно масштабировать. Я для себя выделил некоторые особенности, которыми должен обладать человек, чтобы стать членом моей команды. Это, конечно же, компромиссное владение soft skills и hard skills. То есть человек должен не только обладать техническими знаниями, техническим бэкграундом, но и умением общаться с людьми. Очень важным для меня является этичность человека. Так как если человек неэтичен, он не сможет идти рядом со мной, и мы не сможем идти к общей цели. На каждом собеседовании я люблю проверять продуктивность человека. Человек должен понимать, что у него будет определенная должность, и в рамках этой определенной должности он должен выдавать под продукт компании и приносить таким образом пользу всей компании. Он должен мерять четкими цифрами, четкими задачами, которые перерождаются в что-то законченное, что можно померять. Или метрами квадратными, или количеством, или днями, или часами. То есть то, что можно измерить, это является продуктом определенного сотрудника. Конечно же, в рамках этичности я обязательно смотрю то, как человек отзывается о предыдущем месте работы, или то, как о нем отзываются на этом месте работы. Если человек поливает говном компанию, в которой он работал до вас, значит, следующей компанией, которую он будет поливать говном, станете вы. Еще очень обязательно презентовать свою компанию на собеседовании. И ты можешь увидеть, отзывается она человеку или нет, зажигает она какие-то эмоции или огонек в глазах или нет. И когда ты видишь, что у вас есть определенная синергия, и вы совпадаете по своему видению, конечно, ты можешь работать с таким человеком. Как зажечь огонь в твоей команде? Обязательно ты должен сам гореть, и ты должен верить в свою идею. Хороший SEO или основатель бизнеса, он очень четко и чутко передает свою идею своим сотрудникам. Он показывает им горизонт, к которому они движутся. И это очень сильно помогает команде понимать то, как они могут на это влиять, с какой скоростью они могут прийти к этому результату. Чем больше ты ставишь задач перед командой, тем четче они понимают, насколько быстро они продвигаются к точке, которую поставил ты, как основатель бизнеса. И это помогает гореть все это время. Не стоит забывать о материальной части мотивации, так как она тоже важна, но до определенного предела. Я как предприниматель увидел четкий барьер, после которого материальная мотивация уступает место нематериальной. Поэтому очень важно общаться со своей командой, рассказывать о результатах, которые достигает каждый член твоей команды или отделы. И от этого ты получаешь большую-большую отдачу. Ребята, ну что ж, по традиции переходим в комментарии и пишем наиболее важный пункт, который зашел именно вам. Ставим колокольчик, пишем комментарии, подписываемся на канал. See you!